Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. И вначале расскажем о погоде. Субтитры предоставил DimaTorzok Докрый снег и дождь. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночи минус 1, плюс 1. Днем 7-9 градусов тепла. Не так давно в республике завершился проект главы Карачаева-Черкесии «Кадровый резерв». Один из победителей – Наурус Байрамкулов. Его проект назывался «Дом молодежи». В чем суть проекта и в чем заключается работа автономной некоммерческой организации «Союз молодежи» Карачаева-Черкесии? Об этом в эти минуты Наурус расскажет моей соведущей Бэли Джозаевой. Доброе утро всем. Доброе утро, Наурус. Здравствуйте. Благодарю тебя за то, что ты пришел сегодня к нам в гости. Поводом для нашей встречи стало то, что ты победитель проекта главы Карачаева-Черкесии «Кадровый резерв». Твой проект называется «Дом молодежи». Тут самые разные ассоциации. Знаешь, дом, где собирается молодежь, дом, где обсуждаются проблемы молодежи. У тебя, у автора, хотелось бы суть этого проекта узнать в нескольких словах. Если коротко, то молодежи, как вы и упомянули ранее, это является местом сосредоточения молодежи. Там будет место для образовательных мероприятий, рабочая зона с компьютерами, где можно будет поработать, заниматься своими проектами полностью. Также там будут предоставляться услуги бухгалтерские, юридические, иные для консультации молодых предпринимателей. И будем стараться туда загонять как можно больше экспертов, чтобы они проводили образовательные мероприятия, обучали молодежь. И в принципе, чтобы молодежь выбирала для своего досуга не какие-то кальянные, а место, где они могут заниматься саморазвитием. Конечно, это прекрасно. Но как ты видишь реализацию этого проекта на РОС? Как? Мы обратились за поддержкой фонд президентских грантов, получили финансирование. Я с помощью одного из спонсоров получил помещение. И мы данное помещение приводим в порядок. Сейчас нужно заняться его материально-техническим обеспечением на средства фонда президентских грантов. Дальше будем его запускать и ввести все эти вопросы. Просто я тебя поздравляю. Это очень-очень классное событие. Я знаю, что ты директор некоммерческой автономной организации «Союз молодежи». Правильно, Карачао-Черкесия? И в чем заключается ваша работа? «Союз молодежи» Карачао-Черкесии как раз и является инициатором проекта «Дома молодежи». Я как руководитель веду этот проект. «Союз молодежи» – это некий клуб, который хочет объединить лучших представителей молодежи Карачао-Черкесской республики. Разных возрастов, профессий, которые думают только об одном – как сделать лучше себя и нашу республику. И эти люди, мы хотим их консолидировать, создавать для них качественный досуг. И «Дома молодежи» – это, так скажем, точка притяжения, сито, который мы будем пропускать. Те, кто к нам будут приходить сами – это наши клиенты, тех, кого мы хотим вовлечь, те, для кого мы будем создавать качественный досуг и создавать возможности для самореализации. Ну как это прекрасно, что у нас есть вот такая думающая, активная, позитивная, прекрасная молодежь. Это очень хорошо. И еще я хочу у тебя спросить под занавес, узнать, как обстоят дела с твоей поэтической деятельностью. Пишешь? Понемногу. Сейчас в основном сосредоточен даже не на поэтическом, а на прозаическом направлении. Пытаюсь закончить роман. Так это для души очень важно, конечно. Я думаю, мы с тобой обязательно встретимся, ты расскажешь про свой роман в подробностях. Желаю осуществления всех твоих проектов в жизни и благодарю тебя за участие в нашей программе. Спасибо тебе огромное. Спасибо большое. Я рад принять участие в вашей программе. Также я был рад принять участие в лучшем конкурсе Юга России «Кадровый резерв» главы КЧР. Спасибо тебе. Удачи. Всего доброго. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия-1». Ровно в 9 смотрите программы «Русская редакция» в 14.30 «Вести» с Аллой Динаевой. Удачной вам пятницы, приятных выходных и до встречи в эфире. Весна будет чудесной. С Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru Или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Садово-огородный центр «Симбад» предлагает все для весенней посадки. Семена, удобрения, укрывной материал, средства для весенней обработки сада. Ждем вас по адресу Черкесск, Балахонова, 70. Телефон 21-70-71. Долгожданное открытие Кисловодского цирка с 13 марта. Московский цирк Никулина представляет. Грандиозное цирковое шоу династии Багдасаровых. Планета 13. Биберленд. Миру сыр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова